А как насчет размещения баз, радарных станций? Недавно открылся тренировочный центр ВВС. Наверняка существуют и какие-то другие базы. Все это ведет к еще большей зависимости от России и, возможно, превратит Беларусь в своеобразный большой западный форпост России, которая представляет огромную военную силу. Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? Это первое. Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта мы это не скрываем. Нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательный. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца. Про угрозу. Что касается баз. Ну вы меня вообще удивляете. Вы что не знаете, или НАТО не знает, какие у нас базы иностранных государств? У нас нет ни одной базы, никакого государства, в том числе России, кроме двух баз, можно сказать, гражданского назначения. Эта база с советских времен в Советском Союзе была построена для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего, ну, наверное, 30-40 человек служат. Наших людей. Там 2-3 офицера россиян, остальные наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет. Но, Матью, это главное для ваших зрителей. Я не побоюсь это сказать. Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. В военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельное соседнее государство. Вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал. Ваш журналист сидел в СНН на большом разговоре, я об этом говорил. Спасибо.